Евгений, поздравляем вас с великолепной победой, матч был очень сильный, и, наверное, вы сами не совсем ожидали, что сможете пройти такого сильного оппонента. Ну, да, действительно, это, как бы, я не помню, чтобы по нокаут-системе я проходил, ну, и вообще, чтобы не так часто удается встретиться с шахматистом из первой десятки, но Фабиана даже не первая десятка, но номер два в мире, вот, не очень ожидал, ну, хотя после вот двух коротких ничьих в классику я понял, что, ну, шансы есть, ну, и плюс еще вчера был такой вот день интересный, да, когда что-то такие люди стали просто уезжать, да, с этого турнира, что стало ясно, что, в принципе, в одном матче может быть все. А как раз вот поражение Магнуса и Накамуры, оно как-то прибавило вам уверенности в себе? Ну, может быть, ну, вообще в некоторой степени, кстати, наверное, да, потому что, ну, вот я уже объяснил, почему, да, что оказалось, что эти топ-шахматисты тоже немножко уязвимы. Возможно, это, кстати, связано, я потом подумал с тем, что у шахматистов, типа, у меня нет каких-то сверхзадач, ну, пройти один круг, там, на один круг больше, там, это уже здорово. А вот Фабиана, в том числе, они борются, ну, как бы за мировую корону, да, для них это очень важный турнир, им надо попадать в двойку и, ну, может быть, немножко нервничают по этому поводу. Да, они даже в какой-то степени болеют друг за друга, чем больше из них пройдет в финал, тем для них выгоднее в плане рейтинга и, наверное, Фабиано вас недооценил немного в классику, не слишком ли быстро он предложил ничью? Тут, честно говоря, это может только Фабиано сказать. Я думаю, что немножко повезло, что я играл первую партию черными, а дело в том, что, вот, например, я себя чувствовал, ну, как бы, как сказать, не очень здорово после тайбрейка. Иногда, ну, очень сильно устаешь. И, опять же, я не знаю, что там, как бы, за Фабиано говорить не могу, но вот он тоже играл напряженный тайбрейк. Вот, бывает, после него нету, что ли, достаточно энергии для... А потом уже, когда он играл черными, ну, черными, как бы, не каждый раз удается выиграть, это понятно. До какого хода распространялись ваши анализы в сегодняшней последней партии и в какой момент вы почувствовали, что побеждаете? Ну, там очень быстро закончился дебют, как только там Фабиано пошел, там, когда-то конь Д2, конь Ф1, ну, то есть моментально, в общем, практически мы начали играть. Я уверен, что и он уже был, как бы, вне теории. А когда я побеждаю, ну, скажем так, вот шансы на победу, я уже понял, что у меня, когда вот я пошел Ф5, там, ну, где-то прикрали на Ж1, что ему неприятно играть такую позицию, у меня инициатива. Ну, а побеждаю, вот, когда я побеждаю, я понял только в самый последний момент, там, неожиданно, у меня два варианта, как дать мат в один ход. Я даже удивился, ну, видно, что выигранная позиция, но мат в один ход не каждый раз удается поставить, да, второму номеру. А вы успевали смотреть за партиями ваших коллег и друзей, например, как Ян, не помнящий, зевнул ладью в один ход, что-нибудь видели? Честно говоря, ничего тут абсолютно, ну, тут невозможно, все-таки напряжение серьезное, да и ставки высокие, и ничего не видел. Ваш следующий матч против сильного венгерского шахматиста Ричарда Раппорта. Расскажите о том, играли ли вы раньше против него, и как вы оцениваете игру, как вы будете готовиться и отдыхать перед матчем? Ну, честно говоря, насчет подготовки, не знаю, наверное, как обычно все будет, а что касается Ричарда, то, ну, он очень интересный шахматист. Вот у нас есть такое на сайте ЧесПро голосование за партию года, вот, ну, каждый год это проводится, куча, как бы, гроссмейстер попрашивают, и в итоге какой-то финальный результат дают. Я не помню, какая партия победила в 2016 году, по-моему, Крамник Бума, но вот я голосовал именно за партию Ричарда против Фараняна. Он, ну, абсолютно блистательно провел партию, ну, и вообще он, как бы, играет здорово, вот. Ну, надеюсь, что вдохновение со мной его не осенит, ну, кто знает. Ну, вы ждете этого матча, хотите посмотреть? Пока, пока еще я все-таки не отошел, но, безусловно, будем бороться. Удачи вам! Спасибо! Спасибо!